Предметы задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. Ну и, соответственно, связь между зоопсихологией и сравнительной психологией. Зоопсихология – это наука, которая изучает психику, проявления и закономерности психического отражения у животных. То есть это наука о становлении психики на дочеловеческом уровне. Вот что здесь нужно запомнить. Зоопсихология – наука о становлении психики на дочеловеческом уровне. Изучать, в первую очередь, психические процессы у животных в антогенезе, то есть процессе развития, процессе происхождения психики, развитие процесса эволюции, ну и, соответственно, предыстории некоторого психического развития. Поведение – это совокупность проявлений внешней, как правило, это двигательная активность, которая направлена на установление жизненно важных связей организма со средой. Ну, в животном мире это связано с поиском пищи в первую очередь, ну, в человеческом вообще-то тоже. Так что здесь мы недалеко от них ушли. Психика – это функция животного организма, которая состоит в отражении предметов и явлений окружающего мира в ходе направленной деятельности, то есть поведения. Вот это и есть психика. Теперь давайте рассмотрим, что именно делает зоопсихология. Первое. Зоопсихология помогает в решении важных задач общей психологии с целью выявления биологических корней психической деятельности человека. То есть через животного мы в ряде случаев пытаемся понять, как та или иная особитость сформировалась у человека. Какое сразу направление психологии здесь вспоминается? Бихевиарист? Конечно, бихевиарист. И может быть сексология как-то? Нет? Ну, в принципе, брачные игры, если брать брачные игры, может быть. Но в чистом виде сексология, она здесь не очень сходна. Если брать только тех же самых обезьян, причем лучших обезьян, то у них более нет. Так, ну ладно. Второе. Это помощь в выявлении биологических основ развития детской психики. Не секрет, что человеческий эмбрион в процессе своего формирования полностью проходит все стадии эволюции животного мира. Третье. Это вклад в педагогическую психологию, потому что общение детей с животными имеет очень большое значение. Воспитательное, познавательное, когнитивное. И, что еще важно, часто реабилитационное. В частности, та же самая терапия общения с животным, или, что сейчас очень стало популярным, те же самые, как называлось, тактильный зоопарк, контактный зоопарк. Да? Вот это сюда как раз относится очень хорошо. Еще один момент. Без данных зоопсихологии не может обойтись антропология, потому что только при включении зоопсихологии можно понять, каким образом человек произошел. Но, по секрету, скажу, пока непонятно. Это в психогенеалогии мы хорошо эти вещи рассматривали как раз. Пятое. Это изучение расстройств в психической деятельности животных, при помощи которой можно понять психические болезни людей. Но единственное, чего в животном мире нет, что есть у людей, это шизофрения. Ближайшая к шизофрении у животных – это бешенство, допустим, собачье бешенство. Собачье бешенство – это укус. А шизофрения – это ген, который меняет несколько ситуаций. То есть, внешне они чуть-чуть похожи на совсем разные вещи, совсем разные болезни. Шестое. Зоопсихология помогает сельскому хозяйству, рыболовству, звероловству, охотничьему хозяйству, потому что при помощи нее объясняется специфика поведения животных того или иного вида. Теперь, какими проблемами зоопсихология занимается? Первое. Это происхождение психического отражения, зарождения и периодизация развития. Это рожденное и приобретенное у животных. То есть, научение, изменение поведения в антогенезе и, самое главное, границы изменения поведения. Вот до каких границ можно изменить что-то в поведении животного. Здесь также мы должны вспомнить, что если человеческий детеныш будет воспитываться животным, что бывает достаточно редко, он просто не выживет, скорее всего. Легенда про Маугли – это все мимо. Правда, индийский случай с двумя девочками, которые как раз воспитывали в джунгле, был. Но момент какой? Если животное воспитывает ребенка, то в любом случае ребенок усвоит только то, что животное может дать. Ребенок не научится думать. Ребенок не получит сформированный языковой аппарат. Он научится лаять, кусаться, выть, но ничего более. И мышление будет достаточно примитивным. Как правило, это мышление на уровне ребенка 2-3, иногда 4-летнего возраста. Выше он не поднимется. Сравнительная психология – отдельное направление, помимо зоопсихологии. Сравнительная психология – это наука о закономерностях происхождения и развитии психики животных и человека. Сравнительная психология включает филогенез, онтогенез и закономерности функций психики, то есть врожденные и приобретенные. Это вопрос очень важный, особенно когда мы говорим о человеческом интеллекте. Интеллект врожденное или приобретенное. Зачатки интеллекта у животного – это врожденное или приобретенное. Это очень интересный момент. Вчера, когда мы говорили про интеллект, как раз эти темы мы рассматривали. И особая область – это изучение интеллекта животных в сравнительной психологии. Здесь она часто воспринимается как метод, а не как самостоятельная наука. Есть такая особенность. Задачи сравнительной психологии и зоопсихологии какие? Ну, первое, то, что для психологов в их работе достаточно важно – это анимотерапия. Анимотерапия. Это область психодиагностики, где животное воздействует на человека, меняя его эмоциональное состояние, снижая стресс, а в ряде случаев позволяя ему социализироваться. Вот анимотерапия хорошо известна при работе с детьми с заболеваниями ДСП, опорно-двигательного аппарата, с детьми аутичными. И здесь есть ипотерапия, общение с лошадьми, допустим, дельфинотерапия. Можно также выделить отдельное общение с собаками, с кошками. То есть в любом случае оказывается, что дети и взрослые люди, имеющие какие-то проблемы при адаптации к социуму, при общении с животным, начинают социализироваться, становятся добрее, становятся активнее. То есть это вот удивительная черта. Мы говорим, что животное мир жесток, но на самом деле жесток только человек. Животное никогда не убивает ради удовольствия. Ради удовольствия убивает человек. Это охотник. А животное убивает ровно столько, сколько может съесть. И не более того. Ну, злых хомяков я не беру, потому что они не убивают, а просто что-то едят. И в больших количествах. Ну, с грызунами тут вообще беда. Вот. То есть это анимотерапия. Методы исследования в зоопсихологии и в сравнительной психологии следующие. Наиболее известный метод – это метод лабиринта. Когда подопытному животному, это может быть крыса, это может быть ворона, это может быть собака, ставится задача найти путь в определенном лабиринте для достижения невоспринимаемой цели. Как правило, это может быть пища или убежище. Вот, допустим, метод лабиринта при работе с крысами очень интересные вещи поставил. Оказывается, крыса, когда понимает, если она в лабиринте бежит направо и получает пищу, через какое-то время это ей становится неинтересно, она бежит налево, потому что там интерес, она не знает, что там. У нее познавательная активность. А у более примитивных животных – еда. Отправьте хомяка, хомяк будет знать. Направо еда, налево еды нет, побегу направо. А крыса как бы не так. Крысе интереснее что-то новое. Вороне интересно что-то новое. Это очень интеллектуальные существа, и ворона, и крыса. Почти как человек. Второй метод – это метод обходного пути. Особенность тут – животное непосредственно воспринимает объект, на который его действия направлены. Обычно это пища. Но в данном случае между пищей и животным ставится несколько преград. И наблюдают, каким образом животное будет достигать этой цели. Классический пример метода обходного пути – это шимпанзе Рафаэль. Которому положили на небольшом островке, на бочку банан. А территорию рядом с бочкой подожгли. Результат – банан невозможно забрать, потому что мешает огонь. Между островком и берегом небольшой мостик. Рафаэль видит, что нужно пройти по мостику, он это делает. Но банан рукой не взять. Значит, нужно тушить огонь. Для того, чтобы потушить огонь, он бежит снова на берег. Видит, что валяется ведерко. Ведерком он черпает воду. И по мостику, чтобы не упасть в воду, бежит к острову, для того, чтобы залить огонь. Не понимая, что можно к берегу не бегать за водой, а можно воду взять буквально здесь, потому что вода рядом. То есть, оказывается, обходный путь у шимпанзе немножко специфичен. Он не полностью соотносит эти вещи. Ну, вообще-то, довольно любопытно. Смотреть, как простейшие интеллектуальные навыки формируются у животных. Ну, в свое время я над своей кошкой, еще будучи, когда котенком она была, оставил такой эксперимент. У котят зубы очень слабые. Они могут только рвать. А я давал большой кусок вкусной колбасы для котенка. И котенок понимал, что проживать она не может этого. Что она делала? Она прыгала на верхушку дивана, с дивана смотрела на колбасу. И там ей колбаса казалась очень маленькой. И она прыгала на колбасу сразу, пока колбаса маленькая. Ну, колбаса почему-то увеличивалась, когда она подлетала к колбасе. То есть, не получалось. То есть, вот эксперимент не удавался. Третий. Это метод дифференцированной тренировки. Дрессировки, точнее. Здесь нужно выявить способность животного к различению объектов и признаков, которые предъявляют одновременно или последовательно. В первую очередь, необходимо установить границы дифференцировки у определенного животного. Допустим, какие предметы собака четко может вычленить. Известны эксперименты, когда собаке дают цифры, она должна выделить правильные цифры. Да, вот лапой показать или зубами взять правильные цифры. И вот до каких цифр она правильно это воспринимает. Или какие геометрические фигуры она лучше воспринимает, а какие не дифференцирует. То же самое касается цвета, восприятия цвета. Считается, что у собак и у кошек черно-белое восприятие цвета. Мы видим в цветном свете, а они видят черно-белое. Четвертое. Это метод выбора на образец. То есть, здесь, в первую очередь, животное должно выбрать из определенного ряда предметов предмет, похожий на тот образец, который ему показывается. И может оно найти аналогичный предмет или нет? Это вопрос. Пятый. Это метод проблемной клетки или ящика. Здесь используется следующая ситуация. Чтобы получить пищу, допустим, корм или свободу, необходимо открыть затвор на клетке или на крышке ящика. И смотреть, может животное это сделать или нет. Попугаи легко, кошки легко, собаки более-менее легко. И сразу можно посмотреть, каким образом каждый из животных находит выход из этой ситуации. Шестой. Это метод анализа обычного, неподкрепляемого манипулирования различными предметами. То есть, здесь происходит наблюдение, какие предметы животное использует для достижения определенной цели. Ну, как правило, обезьяны-то с большей легкостью используют предметы, потому что у них руки, а не лапы. И, кстати говоря, если мы берем, допустим, гориллу, то, оказывается, у гориллы рука гораздо более совершенная, чем рука человека. Она более мобильна, она может взять большее количество предметов. У человека рука примитивна. Но человеческая рука по сравнению с лапой собакой, естественно, чрезвычайно удачно устроена. И последнее. Что касается значения зоопсихологии в истории психологии. Начнем с того, что зоопсихологией прямо или косвенно занимались следующие направления. Это бихевиоризм. Отдельно. Американцы считают, что это направление бихевиоризма, естественно, это не так. Это исследование, которое проводил Иван Петрович Павлов. С изучением слюноотделения у собак. Но американцы считают, что Павлов был бихевиористом. Вот это меня очень сильно угнетает. Допустим, те же самые... Учебник по истории зарубежной психологии Шульц и Шульц. Там они пишут, что, оказывается, Павлов был бихевиористом. Потому что он с ними переписывался и прочее. Но это не совсем так. Какие еще направления психологии, на ваш взгляд, были связаны с зоопсихологией? Ну, психоанализ был связан? Ну, не был. Хорошо. Не был. Конечно. Хорошо. А где штальм психология? Даже есть один человек, который по официальным данным, по крайней мере, у меня нет этих данных, что он умер. Еще жив. Классика психологии. Дело в том, что Скиннер когда-то проводил следующие эксперименты. Он давал смотреть видеоролик везьянам и наблюдал за их поведением дальше. И выяснилось, что везьяны повторяют этот ролик. И так он выявил природу социального научения. Допустим, да, вариант? Это бихоризм, да. А вот то, что касается гештальм психологии, здесь, по большей части, это было связано с изучением поведения шимпанзе, опять же, гештальм психологии. В 20-30-е годы это происходило. Они изучали поведение шимпанзе и смотрели, как у них формируется тотальный гешталь. В отечественной психологии, в первую очередь, нужно вспомнить Ладыгину Котс, которая занималась как раз изучением психологии животных. Вроде бы все по этому вопросу.